Здравствуйте, Василеса, наша собачка, которая поступила с травмами. Травма у нее достаточно значимая, это перелом скакательного сустава, открытый причем перелом скакательного сустава, перелом бедра тоже открытый по второму типу и перелом по вертлужной впадине таза получается с правой стороны. Собака поступила с атрофией тазовой конечности, очень хорошо все видно, то есть проблематичная конечность, собака видимо не один день пролежала в таком состоянии. Вот, что хочется отметить, на данный момент удалось стабилизировать собаку по моменту инфекционных процессов, то есть это абсцесса, на ней было множество ран. Удалось скупировать проблемы на местах открытых переломов, вчера мы провели операцию по поводу стабилизации скакательного сустава и перелома бедра. Но вопрос в том, что таз не стали стабилизировать, животное молодое, кости вытянулись и произошла остеорепарация, то есть заживление этого участка. На данный момент мы имеем вторую стадию остеорепарации, всего их четыре и на данный момент целесообразности оперативного вмешательства в область перелома таза нет. Собака сейчас находится в интенсивной терапии, стабильно тяжелая, постоянно получает антибиотики. Кормить мы ее непринудительно кормим, собачка сама кушает. Были проблемы с мочеиспусканием первично, очень тяжело, конечно, собачка долго не вставала на конечности, тяжело пописать. Моча была тоже кровавая, видимо, долгий застой мочи дала себе знать. В принципе, все на данный момент, дальше будем заниматься с ней с реабилитологами. Как бы больше пока добавить нечего, то есть прошел только где-то примерно 11 часов после операции. Но собака, как видите, я хорошо чувствую. По поводу Гриши, что хочется отметить. На данный момент мы подошли к финишной прямой. Вопросы по поводу электростимулятора решены, стоимость его известна. Ничего, слава тебе, Господи, не поменялось за это время. Мы планируемую операцию в районе 16 декабря. То есть, дай бог, ничего не поменяется, и мы спокойно сможем провести эту операцию. Здоровья вам и вашим питомцам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!